Подключаем к нашей беседе Михаила Михайловича Подоляка, это советник главы Офиса Президента. Здравствуйте, Михаил Михайлович, рады вас видеть. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте обсудим, насколько он для нас добрый, потому что даже вот вы говорили о том, что поддержка Ираном террористического режима России, одна подсанкционная держава поддерживает другую подсанкционную державу, это формирование новой оси, и нужно на это обратить внимание. Хочу вас в контексте ближайшей встречи на острове Бали спросить, а какие-то вообще меры будут предприниматься? Ведь просто на наших глазах формируется такое террористическое сотрудничество, которое не только дронами ограничится, но вот у нас сюжет был и про баллистические ракеты, которые Иран или уже поставляет, или будет в ближайшее время поставлять. Во-первых, вечер действительно добрый, потому что каждый день мы доказываем, мы, во-первых, выявляем очень негативное явление в глобальной политике, и мир вынужден будет на это реагировать, в том числе как-то более эффективно решать проблему подсанкционных государств. И, соответственно, это наша миссия, как оказалось. Поэтому каждый день, который Украина проводит в войне, к сожалению, да, это трагедия, но в то же время мы таким образом пытаемся мир сделать безопаснее во всех смыслах этого слова. И, конечно же, действительно Иран передает баллистические, крылатые баллистические ракеты, Иран передает дроны, все эти маскировки уже абсолютно никого не волнуют. Вот эти заявления Министерства иностранных дел Ирана тоже никого не вводят в заблуждение, потому что светская власть в Иране абсолютно не контролирует то, что делает тот же корпус стражей исламской революции, КСИР, который, собственно, и передает России в нарушение всех, скажем так, международных прав, передает России вот эти ракеты, дроны и так далее и тому подобное. На мой взгляд, миру просто нужно перестать играть в определенное лицемерие. Я имею в виду, мы говорим про цивилизованную часть мира. Нужно перестать делать вид, что вот какие-то теоретические санкции, они работают, что если, например, мы сейчас обнаружили Иран, который производит в таком объеме высокоточное оружие, оно лучше, кстати, между прочим, чем российское оружие, как оказалось, и при этом Иран находится под очень большим прессом санкций, то значит, наверное, механизм санкций нужно пересматривать. И нужно, кроме санкций, когда вот так демонстративно Иран, просто улыбаясь, ухмыляясь в лицо цивилизованной части мира, передает те же дроны для того, чтобы разрушать энергетическую инфраструктуру целой страны, то есть пытаться ее заморозить, то, наверное, эти производства должны уничтожаться. То есть, наверное, должны быть другие инструменты, которые должны объяснять странам, нарушающим общепринятый порядок. Это очень важное понятие. Общепринятый порядок, то есть в рамках международного права установленный. То есть, наверное, такие страны должны лишаться определенных производств. Я думаю, что как раз и миссия Украины, и мы об этом и публично говорим, и президент об этом постоянно говорит, и господин Кулеба постоянно говорит и заостряет на это внимание. Наверное, миссия Украины в том, чтобы все-таки Иран, на примере Ирана, страны, которые используют такие технологии, имеются в виду технологии обхода санкций и производства оружия, которого у них не должно быть, наверное, они должны терять свои производства. И, соответственно, мир должен прийти к этим формульным решениям. И мы будем на этом настаивать. В том числе и в рамках тех или иных международных платформ. Вы упомнили платформу J20. Но, к сожалению, это скорее ритуальные платформы, те платформы, на которых какие-то общие слова говорят о том, что нам надо следить за изменениями в климатическом плане, нам нужно следить за изменениями в торговых балансах и так далее. То есть, как правило, это ритуальные встречи. К сожалению, они не принимают концептуальные решения и не берут на себя корпоративную ответственность. Например, ответственность за то, чтобы вот если Иран или Россия ведут себя так, как они ведут себя, то должен быть какой-то жесткий механизм, который будет эти страны резко обнулять в возможностях. Военных, прежде всего, военно-производственных и так далее. Но мы, я думаю, что мы по вот этому пути, по пути разработки формульных решений антигеноцидного и антитеррористического какого-то процесса, наверное, все-таки будем двигаться. Вот из этой России, которая сегодня существует в этом виде, доносятся постоянные заявления о том, что нужны переговоры. И это уже похоже на какую-то новую прям мантру. И оно все чаще и чаще и из телеграм-каналов, и из новостных лент. Вот спикер Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что страна-купант якобы готова к переговорам с Украиной. Ну вот уже бьют из всех колоколов. Скажите, пожалуйста, как этот звон слышен в Киеве? Вы знаете, это похоже на такое, знаете, психическое отклонение уже, да, то есть как навязчивая идея, да, обязательно принудить или обязательно постоянно говорить о переговорах. Вы знаете, это выглядит, с одной стороны, очень идиотски, да, я прошу прощения за такую риторику непозволительную, но тем не менее, это выглядит действительно идиотски, потому что вы одновременно закупаете дроны, одновременно закупаете те же крылатые ракеты, о которых вы только что достаточно подробный, хороший, качественный репортаж сделали, да, вы одновременно атакуете максимально жестоко гражданскую инфраструктуру, разрушаете, бравируете это, убиваете каждый день гражданских лиц, делаете умышленно, об этом постоянно сами рапорты даете, там, Министерство обороны, пропагандисты, та же вот эта странная гражданка Захарова, хотелось сказать гражданка, ну, неважно, да, вот эта гражданка Захарова, они просто радуются тому, что убивают гражданских, они продолжают, говорить о том, что Украину нужно уничтожить, и при этом они говорят, давайте проведем переговоры, ну, смотрите, это нелепо, ну, кроме того, давайте точно объясним, что такое переговоры в исполнении России, Россия не предлагает переговоры, Россия предлагает такой себе завуалированный ультиматум, она хочет получить две вещи, либо зафиксировать то, что она не в состоянии сделать военным путем, зафиксировать в рамках переговорного процесса, например, отдайте нам часть территорий, и мы, соответственно, будем считать, что война на этом закончилась, вот мы у вас забрали часть территории, забрали часть суверенитета, вы это признаете, потому что мы, там есть еще такой субъект, очень интересный, Медведев, который постоянно бравирует, ну, это такой, знаете, косолапый человек, который постоянно сидит где-то в бункере, немножечко употребляет что-то, и постоянно бравирует тем, что вот он угрожает кому-то чем-то, да, так вот он говорит, смотрите, Украина должна признать то, что мы тут записали в Конституцию, вот эти, после проведенного какого-то неадекватного референдума, ну, имеется в виду, как неюридического действия, вот Украина должна это признать, и мы таким образом можем зафиксировать вот эти приобретения территориальные. Нам это с вами нужно? Конечно же нет, это же очевидный ответ. Дальше. Ну или как минимум сейчас Россия хочет получить оперативную паузу, вот в рамках переговорного процесса, давайте типа начнем о чем-то говорить, давайте сделаем временное перемирие, давайте временное прекращение огня, то есть грубо говоря, какую-то паузу. То есть для чего эта пауза нужна? Вот они, скажем так, мобилизовали эту большую массу людей, их надо немножко хотя бы потренировать, чтобы хотя бы как-то они могли на поле боя что-то делать. Дальше. Нужно договориться с тем же Ираном, получить достаточный объем тех же крылатых ракет, нужно где-то искать снаряды. У них же все советское, все советское, оно уже заканчивается. Ну, где-то купить серьезные объемы они не могут, но тем не менее они хотят где-то о чем-то, с кем-то говорить. Вот смотрите, если они зафиксируют оперативную паузу, они смогут немножко поддавить там другие страны, те, которые занимают нейтральную позицию, сказать, смотри, мы же не проиграли войну, да, у нас есть все шансы дальше ее продолжать и выиграть в итоге то, что мы вам обещали. Я не буду называть страны, с которыми они так разговаривают. Мы же вам обещали там в феврале месяце на Олимпиаде, что мы Украину за три дня на колени посадим. Ну, не получилось за три дня. Но тем не менее, смотрите, мы же там не проиграли еще, дайте нам немножко оружия и так далее. То есть вот они будут эти разговоры вести с другой стороны. Они будут немножко влиять на наших партнеров, прежде всего, европейские страны, и рассказывать вот эти ужасы, что, смотрите, при 15 градусах тепла в Финляндии у нас тут Россотрудничество открыли пункты обогрева, да. То есть это на кого-то же рассчитано, но тем не менее они будут постоянно давить и давить и давить на общественное мнение в ряде европейских стран, для того, чтобы европейские страны начинали давить более объемно на Украину. Михаил Михайлович, вот после слов на Украину давление, мы перестали вас слышать. Если можете, продолжите, пожалуйста. А давить на Украину, чтобы, в принципе, какие-то там договоренности соблюдались? Ну, типа вот эти перемирия, отказ от территории и так далее, и тому подобное. Что же у нас тут сегодня со связью? Есть, да, бывает эта ситуация, но мы ничего, мы ее переживем. И вот, да, хотелось бы в продолжении этого разговора опять же процитировать Захарову, которая, говоря о переговорах, говорит, что так или иначе любые контакты, любые переговоры должны быть проведены, исходя из национальных интересов. Это ведь тоже очень интересное заявление, которое не нужно пропускать. И вот, пожалуйста, поясните нашим зрителям, что имеется в виду национальные интересы. Безусловно, исходя из наших национальных интересов, позиция Украины четко сформулирована господином Зеленским. Она звучит очень просто. Первое. Покиньте в полном объеме территорию Украины, включительно с Донецко-Луганским регионом и с полуостровом Крым. Отведите свои войска в полном объеме. Второе. Есть международно признанные границы Российской Федерации. Они зафиксированы в рамках международного права. Очень четко расписано. Дальше. В рамках международного права четко сказано, что односторонние изменения границ неприемлемы. То есть Россия на сегодняшний день не имеет юрисдикций на территории Крыма, на территории Донецкой, Луганской и любой другой области Украины. Это все является только юридически Украиной. Поэтому второй пункт. Пожалуйста, международно признанные границы. Остановились там, и тогда есть какая-то у вас переговорная позиция. Внятно. Третье. Безусловно, Украина четко понимает, что все, что сегодня в стране разрушено, а разрушено у нас много и энергетических объектов, и гидротехнических объектов, и объектов гражданской промышленности. Мы не говорим про военные объекты даже. Мы говорим о том, что у нас очень много разрушено домов, промышленных предприятий, торговых центров, школ, больниц и так далее. Все это требует компенсации. Конкретных компенсаций со стороны Российской Федерации. Никто другой платить за то, что ты сломал, а сломала только Россия, не может. И, наконец, третий пункт переговорного процесса, очень внятный. Это обменялись всеми военнопленными, всех на всех. Это ключевое. И вторая часть этого же пункта, третьего, это значит, военные преступники, которые, собственно, убивали гражданское население или отдавали приказы на разрушение энергетической инфраструктуры, должны пройти через процедуру специального трибунала, в котором будут участвовать не только Украина, но и многие другие страны. Это чрезвычайно важно. Вот, в принципе, переговорная позиция в рамках национальных интересов других переговорных позиций для страны под названием России не будет. Почему? Объясняю. Если у кого-то еще до сих пор есть какие-то там представления о том, что если мы как-то, например, сломаемся и пойдем навстречу Российской Федерации, и после этого мы вечно будем жить в мире с этой страной, то я хочу вас разочаровать. Ничего подобного. Россия нас с вами люто ненавидит. Она ненавидела нас, потому что у них там какая-то фантазия была дико насчет пунктик какой-то дикий насчет Украины. Последние там 70 лет, да? Особенно люто она нас ненавидела начиная с 2014 года. Но вот после того, что мы 8,5 месяцев жестоко их наказываем на глазах у всего мира, да, в военном плане, и практически полностью разрушили ключевые мифы о России, что это страна, которая обладает очень мощным военным потенциалом, что это страна, которая производит качественное военное оборудование, что это страна, которая имеет вторую армию миру, что это страна, генералы которой лучше всех разбираются в военной тактике и стратегии, что это страна, которую все боятся, что это страна, которая может своей пропагандой убедить черта лысого что-то там сделать и так далее. Так вот мы все эти мифы в полном объеме не только разрушили, но мы еще и показали феерическое малое понимание политического и исторического процесса со стороны господина Путина. То есть Путин сегодня смотрится в мире не как какой-то идол, демон, которого нужно бояться, как человек, который мало даже понимает, что он говорит. То есть человек, который повторяет какие-то клише абсолютно примитивные, на уровне малоподготовленного студента первого-второго курса и так далее. Понимаете, в чем проблема? И соответственно, они будут пытаться всегда реваншировать, то есть наказать нас за это всемирное унижение. И соответственно, мы с ними никогда, вот я хочу, чтобы это все запомнили, никогда не договоримся. Мы можем быть сильными, они могут только бояться Украину. Они должны, когда слушают слово Украина, отворачиваться в сторону и никогда не смотреть на границу с Украиной. Вот задача, которую мы должны решить. И соответственно, переговорный процесс может быть только тогда, когда мы силой докажем их ничтожность. А это что значит? Это значит военное поражение Российской Федерации на поле боя. То есть они должны потерять не просто Херсона, они должны потерять Донецк, они должны потерять Луганск. И соответственно, вот тогда Россия будет иначе воспринимать то, что сейчас происходит. А вот эти все ритуальные слова, которые произносит госпожа Захарова, господин Песков, господин Лавров или тем более господин Путин, они не имеют никакой ценности. Поймите, они вас пытаются обмануть, не только нас, они еще и пытаются обмануть маленькую часть, маленькую, очень маленькую часть политических элит европейских и американских. Почему? Потому что там тоже иногда появляется а может быть дипломатическое урегулирование. И вот здесь я хочу опять же зафиксировать один факт. Вот когда кто-то из наших стран-партнеров, из политических элит наших стран-партнеров ни с того ни с сего говорит, а давайте все-таки про дипломатическое урегулирование поговорим, так вот мы ему предлагаем. Смотрите, когда вы говорите дипломатическое урегулирование, вы должны иначе говорить, своими именами называть вещи. Вы предлагаете Украине встать на колени, вы предлагаете Украине капитулировать, несмотря на военные успехи. Вы предлагаете Украине отдать часть своей территории, и вы предлагаете Украине не спрашивать с военных преступников за военные преступления. Вот что такое на сегодняшний день дипломатическое урегулирование. Все остальное — это просто слова. Поэтому давайте двигаться по своей адженде, которую президент Зеленский очень внятно на разных площадках неоднократно уже проговорил. Да, вы просто упомянули, Михаил, о том, что говорит Путин, да, и Медведев, с кем они воюют. И вспоминается недавняя цитата Медведева, что он сказал, что война идет с сатанизмом. Поэтому эти заявления дальше Захаровой, конечно, понятно, куда могут увести. И тем не менее, да, нужно еще понимать, мы это понимаем и видим, что есть масса людей, которые раздают очень странные иногда неоднозначные советы. Окей, видно про сатанизм, но это уже все уже, как бы называется, приехали. А есть же еще такие господа, как Дугин, как Патрушев, как Бортников. И эти люди, они, очевидно, влияют на российского президента. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, кто стоит на самом деле за решением Путина о 24 февраля, и насколько он самостоятель в принятии своих решений? — Хороший очень вопрос. Мы о нем мало говорим. Мы вообще мало говорим о том, что в России происходит внутри элит. Это было бы правильно, чтобы мы четко понимали. Знаете, ну господина Дугина там и рядом нет. Это очень маловлиятельный персонаж. Просто у нас немножко тут поговорили об этой почвенической человеке, ненавистнической философии господина Дугина. Но реально он не влияет на решения, которые принимает господин Путин. А вот все, что касается Патрушева, Патрушев есть. Действительно, он достаточно влиятельен. Нарышкин достаточно влиятельен. Сейчас выходит на первый план господин Пригожин. Это человек, который гораздо более, скажем так, простой по сравнению с тем же Патрушевым. Но, тем не менее, Пригожин гораздо более агрессивен и гораздо более деятелен. То есть, по сути, он сегодня в одиночку съедает весь генералитет, который долгое время, собственно, доминировал. Вот среди силовиков доминировал генералитет, генеральный штаб Герасимов, который был любимцем у господина Путина. Смотрите, вот эти все люди, и в том числе Кириенко влиял, в том числе, условно говоря, тот же Бортников. Ну, гораздо меньше, конечно, влиял, но тем не менее. То есть, есть такой вот человек, который действительно формировал определенный круг возле господина Путина. Это Юрий Ковальчук. Вот выходцы из его клуба, это и есть люди, которые приняли для себя решение. Их там не так много людей. Вот они для себя приняли решение о том, что Украину они поставят на колени действительно за 3-5 дней. Что они получили данные о том, это говорит о качестве разведработы Российской Федерации на территории Украины. Они получили данные, что здесь 95% населения с цветами будет встречать ржавые тавки. Они на полном серьезе так считали. Они на полном серьезе считали, что Украина упадет очень быстро. Что здесь 5-6-7 тысяч всего человек будут сопротивляться, которых они очень быстро уничтожат. Что здесь действительно есть какие-то нацисты. Это крайне, кстати, впечатляет, потому что на самом деле нацисты это и есть элементом политического контура самой Российской Федерации. Они у них там на уровне, там была такая партия Родина в свое время. Это, по сути, ультра-нацисты, которые так или иначе даже получили возможность зайти в Государственную Думу. Россия всегда финансирует ультраправые течения в европейских странах. Есть много примеров, когда эти партии, финансируемые Россией, так или иначе попадали либо в местные парламенты, либо в федеральные парламенты в разных странах. Поэтому, когда о нацизме Россия говорит, то, конечно, мы должны прислушиваться России, потому что Россия является, по сути, сегодня спонсором глобального нацизма как такового. Но вот эти все люди были объединены вокруг Путина. Они, принимая решения, считали, что у них там практически нету никаких проблем. Они недооценили, это второй элемент, абсолютно недооценили господина Зеленского. То есть они его не профайлировали. Они не понимали его содержание. Они не понимали, насколько это волевой человек. Они не понимали, как они с ним могут вообще себя вести и так далее. Вы помните в первые дни вот эти достаточно дикие заявления, оскорбительные, да, со стороны и Путина. Есть там такой еще персонаж, он до сих пор, правда, при погонах. Это господин Шойгу, которые там пренебрежительно так отзывались об украинском президенте. Я бы хотел, кстати, на них сейчас посмотреть, на этих сильных пацанов, которые до сих пор прячутся где-то там по бункерам, да, и прекрасно понимают, что война идет совершенно в другом формате развития, нежели она шла в их представлении. Так вот, смотрите, очень важно то, что сейчас происходит в окружении Путина. А сейчас происходит следующее. Вот эти все классические генералы, они постепенно начинают съедаться группой Пригожина. Пригожин себя считает вообще по сути равным сегодня Путину в какой-то части. Да, это процесс инерционный. Например, наши партнеры не до конца это ощущают и понимают, что Путин постепенно свою монополию уже утрачивает. Но, тем не менее, вот эта группа Ковальчука, конечно, она еще до сих пор имеет определенное влияние. И они даже задумывали в свое время о обеспечении транзита власти от Путина, его преемнику. Вот как было в декабре 99-го, когда была обеспечивалась преемственность власти от господина Ельцина, господину Путину, и в этом участвовали тогдашние глава администрации Юмашев, вместе с дочерью господина Ельцина, вот тогда же обеспечивался этот транзит власти, то сегодня, имеется в виду Юмашев, Волошин и дочери Ельцина, то сейчас вот такой группой, которая должна была обеспечить транзит власти, является группа господина Патрушева. Но, тем не менее, еще раз подчеркиваю, сейчас есть фаворит по фамилии Пригожин, который, я думаю, в ближайшее время очень жестоко съест несколько генералов. Не только генерала Лапина, о котором уже мемы складывают в самой России, но мне кажется, что и генералы типа Дворникова, который до Суровикина возглавлял военную группировку Российской Федерации в Украине, то, соответственно, вот эти генералы будут платить очень и очень большую цену по версии Пригожина. Ну, по делам, так сказать. Какого президента выбрали, какую систему поддерживали 20 лет, такие результаты пускай и получает гражданское общество России. И огромное вам спасибо за то, что разъяснили все детали. Михаил Подоляк с нами был на прямой связи, советник главы офиса президента.